Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно я снял видео о том, как на курс доллара, как формируется курс доллара. И я привел только один фактор – это внешнеторговый баланс у государства. И цель того видео была показать, что просто дефолта не будет, потому что его не будет. И просто это на пальцах можно показать, чисто колхозное объяснение. Но, тем не менее, это видео вызвало огромный интерес. И люди просят меня продолжить о курсе доллара, продолжить вот этот вот цикл. Поэтому сегодня я хочу рассказать о том, а сколько вообще может стоить доллар. Так вот, друзья мои, доллар может стоить… Что такое курс доллара? Это просто цифра соотношения между рублем и долларом. Ну, в данный момент между рублем и долларом. Вообще говоря, между национальной валютой и долларом. И я хорошо помню время, когда… Ну, я жил вообще говоря в Советском Союзе, вот, закончил школу. И когда я был на третьем курсе уже, умер Брежнев, потом, значит, был, значит, Черненко, Андропов и только потом Горбачев. И вот Горбачев только-только приоткрыл железный занавес. Значит, до Горбачева доллара, в принципе, не было в стране практически. То есть, ну, мы слышали, что есть такая валюта, но он, естественно, нигде невозможно было купить. Но вот потом уже начал появляться как-то доллар на рынке, на Черном рынке. Он был запрещен абсолютно. Купля-продажа доллара была уголовно наказуемой. Но, тем не менее, вы знаете, что в нашей стране законы традиционно не соблюдаются. И поэтому доллар, в общем-то, уже начал ходить к тому времени. Итак, значит, что тогда было? Смотрите, курс доллара тогда был 6, где-то 7 рублей за доллар. 6-7 рублей за доллар. Ну, с чем это можно сравнить? Можно сравнить с зарплатой. А вот зарплата, ну, тогда вот минимальная зарплата, там, ну, как всегда у нас минимальную зарплату получают кто? Дворники, уборщицы, няни в детских садах. Минимальная зарплата была тогда где-то в районе 70 рублей. Ну, это соответствует сейчас, наверное, я не знаю, сколько там сейчас получают они, значит, ну, 10-15 тысяч. Минимальная зарплата, наверное, рублей. Вот. Вот, значит, более-менее зарплата была более-менее 100 рублей, и чуть выше, 120-140 рублей уже получали. Это была достаточно высокая зарплата. 120 рублей зарплата инженера. Вот. Ну, у меня, значит, уже тогда была зарплата где-то в районе, там, 120-150 рублей в месяц. И если мы поделим вот эту зарплату, 120 рублей в месяц, среднюю, предположим, да, на 20, на 6 рублей за доллар. Доллар 120 рублей делим на 6 рублей за доллар, то получается, что мы зарабатывали 20 долларов в месяц. Я посчитал просто свою зарплату, тогда я помню, что я удивился, 24 доллара в месяц. Ну, не имело смысла ее считать в долларах, потому что все цены были в рублях, и на эти деньги вполне сносно можно было прожить, потому что, ну, там, хлеб стоил 20 копеек, мороженое стоило 20 копеек, например, да, колбаса стоила там, я уже не помню, сколько. Вот. Ну, если кто помнит, напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько стоила колбаса. По-моему, 220, но я точно не помню. Вот. Ну, почему я не помню, потому что, да, ее просто не было в магазинах. Потому что все было в жутком дефиците. И вот, пришел Горбачев и приоткрыл слегка железный занавес. И стало возможным уехать, ну, за границу тогда и попробовать, ну, просто посмотреть, как люди живут, там, вот, ну, как-то облегчилось немножечко. И Югославия. Стали появляться слухи, что есть возможность съездить в Югославию и там заработать. И, конечно, я никогда не упускал ни малейшей возможности заработать деньги. И, конечно, мне это сразу страшно заинтересовался. Да, я хорошо помню, что, тем не менее, значит, 120 рублей, да, 6 рублей за доллар. Но, тем не менее, мы копили денежки на бельгийские сапоги. Там кожа была нежнейшая, все, они стоили 300 рублей. Вот мы копили деньги, 300 рублей на эти бельгийские самые сапоги. Вот. И я урвал путевку в Югославию, комсомольскую тогда еще. У меня так случилось, что у меня уже был заграничный паспорт, потому что я после 9 класса с поездом дружбы ухитрился съездить в ГДР. Вот. Но это было в школе. Вот здесь я уже более-менее сознательный. В Югославию. И прежде чем ехать, я решил узнать, я нашел одного из знакомых, который уже ездил в Югославию. Я спросил, слушай, а что там в дефиците? Что туда надо везти? Вот. Что он мне сказал? Он говорит, там ничего нет в дефиците, там есть все. Просто там цены очень высокие. Вези все, что увидишь, что ты сможешь купить и ты сможешь там продать. Вот. И ну, что мы туда везли? Там, ну, я набрал ножницы, так сказать, там градусники и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Факт следующий. Приезжаем мы в Югославию. В Югославии национальная валюта были динары. И мы продаем наш товар. За динары. Потом динары меняем на доллары или дойчмарки тогда были. Едем сюда и меняем эти доллары и дойчмарки на рубли. То есть вот такая конвертация. Смотрите, мы здесь покупаем за рубли товар. Везем туда, продаем за динары. На динары покупаем доллары, здесь на доллары покупаем рубли. И таким образом можно было посчитать, сколько стоит, например, товар здесь и сколько стоит товар там. Разница в ценах была в 50-60 где-то раз. 50-60 раз. Вот так вот. Ну, в среднем я прикидывал 56 раз. У меня получилась разница. Ну, вот по всем товарам, которые, ну, скажем, мы везли, потому что меня интересовало только то, что мы везли в 50-60 раз. Вот такой курс был. То есть, смотрите, у нас средняя зарплата была 120 рублей и курс доллара был 6 рублей за доллар. В Югославии, значит, средняя зарплата была какая-то, курс какой-то, но получалось так, что средняя зарплата у Югославии была 5 тысяч долларов в месяц. Вот такая зарплата была. И то, и другое было аномально. У нас была аномально низкая зарплата. Курс такой был рубля к доллару, а у Югославов вот такой высокий курс рубля, динара к доллару. И этим надо было пользоваться, потому что неминуемо вот это вот должно было устаканиться, понимаете? Вот устаканиться. Потому что не бывает такого, чтобы был такой вот перекос. И единственное, о чем я жалею, что я съездил туда всего 4 раза. За год. Потому что, ну, потом началась война на самом деле. Вот. Потом началась война в Югославии. И потом были уже другие страны. Венгрия, Польша. Но там уже было совсем по-другому. Вот. Но что я хочу сказать? Что, смотрите, вот. Курс национальной валюты к доллару, он может быть любым. То есть мы получали 20 долларов в месяц, да? А Югославы 5 тысяч долларов. Не мы не зарабатывали 20 долларов в месяц. Мы должны были зарабатывать больше. А что это значит? Это значит, что мы могли просто воспользоваться вот этим перекосом и, что я и делал, и сыграть на этом. А в Югославии другой перекос. В другую сторону был. И вот он был феноменальный. Потому что с каждым следующим разом курс менялся. И не в лучшие стороны было это соотношение. И за те же самые деньги приходилось возить товарища все больше и больше, пока это не надоело. Я там что-то, так сказать, ну, два года этим занимался. Крайне редко. Но вы представляете, да? То есть за одну поездку, за шесть дней можно было заработать. Вот за первую поездку я заработал три годовых зарплаты. За шесть дней. Вот на этой операции. И всего-то стоило там, ну, вот, те самые деньги, 300 рублей, которые мы копили на бельгийские сапоги. Потому что, когда я привез в пять раз, так сказать, пять годовых зарплат, жена сказала, я чищу. Вот, то есть, что я хочу сказать. Курс национальной валюты к доллару может быть любым. И он регулируется, ну, в принципе, центробанком. Как он регулируется, об этом мы чуть позже будем говорить в других видео. Сейчас я хочу сказать следующее. Смотрите, помните, в прошлом видео я рассказал про внешнеторговый баланс. То есть, соотношение между экспортом и импортом. И если курс национальной валюты к доллару такой, что цены в стране очень низкие, то это дает стимул для того, чтобы из этой страны вывозились товары на продажу в те страны, в которых курс другой. Потому что это выгодно. То есть, когда курс национальной валюты вот такой, что цены очень низкие в стране, то это стимулирует экспорт. То есть, в принципе, вот эти несчастные градусники и ножницы, которые я вывозил в Югославию, ну, там не только это были, и мясорубки и прочее. Вот, я занимался экспортом. Это был буквально экспорт для России, и, соответственно, в Югославии это был импорт. То есть, югославские граждане покупали импортные товары российского производства, тогда еще советского. Вот. И если вы думаете, что это вот какой-то колхоз, это не так, ребята. Там вся Югославия была наводнена русскими. На каждом рынке все это продавалось и перепродавалось. Это был огромный рынок. И, конечно, это, ну, как бы, валюта вытекала из Югославии, и, наоборот, втекала в Россию. Ну, Россия, по сравнению с Югославием, огромная страна, поэтому, значит, там на России это не так сильно сказывалось, на Югославии больше. Поэтому все, так сказать, неминуемо устаканивалось. Ну, а потом там вообще началась война, когда там начали уже стрелять. Я там последний раз был сначала там, ну, я видел эти демонстрации, я видел там уже, когда они начали стрелять. Вот. Потом я ездил очередной раз уже в перемирие, когда, ну, когда было уже. То есть я уже из одного государства в другое ездил, там из Черногории, в Сербию, в Хорватию. Вот. То есть там уже было достаточно опасно, поэтому потом мы ездили в Венгрию, но уже все не так. Вот. Но что я хочу сказать. А если цены будут завышены, если цены будут завышены, то наоборот, это стимулирует импорт. То есть мы будем покупать импортный товар. И вот к тому вопросу, который, опять же, в том видео я в конце задал, почему бы не раздать нефтяные доходы населению, потому что, ну, и так уже, в общем-то сказать, курс у нас такой, что мы все сидим на импортных товарах, и нам невыгодно производить наши товары. Потому что, а зачем? У нас есть нефть, мы можем за нефть купить все. И зачем нам работать, если мы можем за нефть купить все, и, в общем-то сказать, там мы можем существовать, просто, так сказать, раздать людям деньги от нефти, и они не будут работать. Но так нельзя, это ведет к остановке всех производств. Вы и так видите, что все производство остановлено у нас. Когда мы жили в Советском Союзе, или вот в те времена, Советский Союз производил трактора «Беларусь», который, понятно, так сказать, причинам сейчас в Беларуси. Вот, был «Ростсельмаш», который производил комбайны. Были автомобили, там, «Жигули», «Москвич», и они продавались со свистом, и они даже продавались за границей «Жигули», потому что они были дешевы. Вот, мы много чего производили тогда, потому что курс был такой. И нефть стоила, ну, или там ничего не стоила, или стоила дешево, поэтому у нас была промышленность, и мы могли что-то продавать за границу. А если у нас только нефть, она выросла, то нам уже не нужна нахрен промышленность, мы все можем купить. Поэтому, друзья мои, вот, ну, сегодня я ответил на вопрос, какой может быть курс доллара. Сейчас у нас в стране, поверьте мне, долларов очень-очень немало, и Центробанк сейчас запросто может сделать курс доллара, ну, скажем, 30 рублей за доллар, запросто. И, поверьте, денег на это хватит. Но надо ли это нашей стране? Не надо. А о том, какой должен быть курс доллара, ну, чисто мои соображения, скажем так, и как надо делать, я, наверное, расскажу в следующем видео. Ну, а о том, как вот экспорт и так далее, я даже не знаю, стоит говорить или нет, потому что, ну, уже в прошлом видео меня обвинили в том, что я коснулся политики, хотя я просто сказал, что нашей стране не грозит дефолт, в отличие от Украины. Все. Значит, меня уже начали обвинять в политике и так далее. Но если я коснусь тем, куда уходит экспорт, как он идет, ну, там уже без политики точно не обойтись. Но я постараюсь как-то вот не касаться этого. Вот. Ну, на сегодня, я думаю, все. Пишите, что вам интересно, какой курс доллара вы считаете справедливым, какой бы вы хотели курс доллара, чтобы был, и от чего он зависит. Пишите, пожалуйста, в комментариях, а продолжение следует. До встречи. Оставайтесь на моем канале. С вами был Дмитрий Кобюр. Дмитрий Кобюр.